В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Почти на 15% увеличилось число регистраций транспортных средств через портал госуслуг в Уфе с января по мае этого года в сравнении с тем же периодом прошлого. Данные телеканалу РБК Уфа сообщили в госавтоинспекции Уфы. Так, из 31 тысячи владельцев, которые заявили о регистрации, 22 те, кто обратился через госуслуги. Как пояснили в инспекции, причин несколько. Удобство и скидка в 30% при оплате государственной пошлины. Если гражданин подает заявку с использованием единого портала государственных услуг, ему предоставляется скидка 30%. Это очень удобно тем, что гражданин может, не выходя из дома, подать заявку, но удобно ему день, время прийти, получить государственную услугу без очереди. Чтобы зарегистрировать новые транспортные средства, госпошлиность составляет 2850 рублей. Если вы подаете заявку с использованием единого портала государственных услуг, данная услуга будет составлять 1995 рублей, что существенная разница. Отмечу, скидка предоставляется только физлицам. С января по май 2019 общая сумма сборов по регистрации транспортных средств составила более 42 миллионов рублей. Проект Уфимского парка искусств стоимостью 5 миллиардов рублей отправлен на доработку из-за экологического аспекта. Решение озвучил временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров. Он потребовал минимизировать предполагаемую вырубку леса в парке Калинина, который выбрали местом расположение культурного объекта. Подробности у Ксении Филанец. Ради Хабиров отправил на доработку проект реконструкции Уфимского парка Калинина. Руководителя республики не устроила вырубка большого количества деревьев. Изначально на территории будущего парка искусств планировалось вырубить около 10 гектаров леса для возведения центров современного искусства, киберспорта, площадки для КВН, футбольного поля, летнего кинотеатра, школы и других объектов. По итогам «Инвестчаса» Ради Хабиров попросил авторов амбициозного проекта, что называется, умерить аппетиты. Рабочую группу давайте создавать. Давайте как итогом, если вы готовы продолжать диалог, но подчеркиваю, диалог сразу, чтобы вы понимали параметры отношений. 110 тысяч квадратных гектаров здесь бетона, стекла, асфальта не будет. Это все-таки делайте так, сохраняя максимально возможную вырубку какую-то точечную, обсуждение с людьми здесь можно посмотреть. Где-то, может быть, вам убрать какие-то объекты, минимизировать. Мне лично нравится пруд, мне нравится футбольное поле. Директор Центра современного искусства «Облака» Валерий Гагин загорелся идеей парка искусств еще пять лет назад. За эти годы в проект уже было вложено порядка 60 миллионов рублей. Общий объем планируемых инвестиций около 5 миллиардов. При этом все финансовые расходы исключительно на инвесторах. Бывает так, что один большой инвестор, а у нас много маленьких. То есть весь объем инвестиций на пять лет рассчитанных, кажется, большой суммой. 5 миллиардов рублей, мы рассказали. Но если вы разобьете эту сумму на 20-30 компаний, то вы получите совершенно иные цифры. Это получится 200-150 миллиардов. Все инвесторы, я подчеркиваю, все инвесторы, это частный бизнес наш, местный, уфимский. Там нет олигархических структур, нет крупных наших компаний. Ну нет, им не интересно. Парк искусств планируется построить на месте парка имени Калинина, который находится на пересечении улиц проспекта Октября и Трамвайной. Единственное примечательное место здесь – трамвайное кольцо вокруг памятника Михаилу Калинину. Парк Калинина представляет собой неухоженный, можно сказать, заброшенный лесной массив, через который прилегает аллея. На его территории приблизительно 20 тысяч деревьев. Площадь парка составляет 90 гектаров земли, без какой-либо инфраструктуры. Уже существовали планы по его благоустройству, однако никакого строительства пока так и не началось. Ксения Филанец, Андрей Аксаев, Сергей Щекотуров, РБК ОФА. Первый балл сердца Евразии прошел в Уфе. Школьники учащиеся образовательных учреждений, дворцов и региональных вузов вальсировали в этнопарке Ватан. События посвятили празднованию столетия Башкортостана. Участниками стали более 600 человек. Из юридического института МВД на балл направили 100 курсантов. Своих студентов также предоставила военная кафедра УГАТУ. В красочных костюмах участники нового проекта вальсировали под аккомпанемент двух симфонических оркестров Башкортостана – национального и молодежного. В центре Уфимского амфитеатра в завершении к ним присоединились и простые зрители. Мы будем показывать танцы бальные. Наш танец – это венский вальс под песню «Метель». Фишка в том, что люди получают удовольствие от того, чем занимаются. По словам организаторов, в этом году фестиваль «Сердце Евразии» бьет все рекорды по количеству посещений. Так 12 июня фестиваль посетили более 200 тысяч человек. Наш концерт мы хотели бы посвятить именно нашей республике, потрясающим людям, живущим в ней, нашей потрясающей природе, нашему потрясающему культурному богатству. Люди приходят послушать музыку, посмотреть на шоу, ведь согласитесь, это очень приятно, когда бесплатно для тебя выступают артисты мирового уровня. Фестиваль «Сердце Евразии» продлится до 15 июня и завершится большим гала-концертом. Напомню, все дни действует бесплатный трансфер от государственного перевозчика «Башавтотранс». По завершении выступлений артистов 20 автобусов отправляются по маршрутам в микрорайоны Дема, Зеленая Роща, Сипайлова, Черниковка и Затон. И в завершении информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар прибавляет 12 копеек и стоит 64 рубля 63 копейки. Евро незначительно теряет в минус 3 копейки 73,04. Лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара по 64,36 в банке «Финам», продажа в банке «Нейва» по 64,60. Покупать и продавать евро выгоднее в банке «Нейва» по 72,58 и 72,84 соответственно. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.